Когда речь идёт о заболеваниях почек, многие считают, что эта проблема их никак не касается. Причина подобного заблуждения объясняется просто. Почки – это орган, в котором генетически не заложено болевых рецепторов. Когда болезнь только начинает развиваться, симптомы её настолько типичны для многих заболеваний, что человек приписывает их чему угодно, только не почкам. Появилась какая-то тяжесть в пояснице. Иногда какое-то неприятное ощущение сиррадиации, когда пошёл в туалет и куда-то отдаёт, может, в пах. Особенно должны насторожить появившиеся без причины температуры, озноб, повышение артериального давления, участившиеся мочи и спускания. Заболевания почек, как и многие другие терапевтические заболевания, вносят свой печальный вклад в печальную статистику. К сожалению, распространённость этих заболеваний в последнее время растёт. Это связано с социально-экономическими вопросами, связано с благосостоянием самого населения, с состоянием окружающей среды, стрессами различными. И заболевания почек, к сожалению, вносят свой вклад в структуру общей смертности. Мочекаменная болезнь, или говоря языком специалистов уролитаз, одно из самых распространённых заболеваний почек. Оно характеризуется наличием камней во всех участках этого органа. А начинается всё с образования так называемого песка, мелких кристаллов в почках, которые при обследовании находят чуть ли не у каждого второго. Для лечения мочекаменной болезни и для её профилактики масса препаратов человечество придумывало. Но если камушки образовались, растворить их всегда очень сложно. Поэтому препарат фитолит, который мы применяем у себя, он предназначен для того, чтобы вывести, помочь избавиться от тех мелких песочков, от тех мелких кристаллов, которые имеются у нашего населения сплошь и рядом. Уникальность препарата фитолит заключается в том, что он сочетает в себе лучшие традиции народного траволечения и принципы официальной фитотерапии. В его состав входят такие травы, как зверобой продырявленный, хвощ полевой, спорыш, ависан. Зверобой – самое главное лекарственное растение Украины, подобного которому нет в нашей флоре. Его называют травой от 99 болезней. При лечении спорышем, почти незаметно для больного, при каждом мочеиспускании выходит по 40-60 темно-желтых песчинок неправильной формы. Употребление хвоща удаляет почечные камни, боль в области мочевого пузыря, увеличивает выделение мочи, уменьшает отеки и содержание белка, очищает мочеточники от шлаков. Ависан – сумма действующих веществ из амезубной оказывает расслабляющее действие на мускулатуру мочеточников. Поскольку фитолит – комплексный препарат, в котором эти натуральные компоненты гармонично сочетаются друг с другом, его применение не только способствует дроблению камней и предупреждает их повторное образование, но и значительно ослабляет самый серьезный симптом мочекаменной болезни – почечную колику. При наличии же песка в лоханках почек после 20 дней лечения фитолитом наблюдается его значительное уменьшение, а у 50% больных – полное отсутствие. Некоторые пациенты мне показывают, сколько у них ходит песка. Довольно большое количество. Я считаю, что этот препарат на Украине замечательный, номер один. Потому что другого такого препарата, который обладает и выведением, и предотвращением образования, и противовоспалительным эффектом, подобрать сложно. Компоновать можно, но этот препарат хорошо переносится и хорошо себе зарекомендовал. И, в общем-то, по соотношению эффективности цена вполне приемлемая для наших пациентов. Препарат выпускается Харьковской фармацевтической компанией «Здоровье» в удобной таблетированной форме. Средняя стоимость курса лечения фитолитом не превышает 20 гривен. А для того, чтобы не допустить развития заболеваний почек, нужно не забывать об основных причинах камнеобразования – употребление в пищу продуктов, богатых солями кальция, и длительно неустраняемые воспалительные процессы в мочевыводящих путях. Поэтому старайтесь качественно питаться и вовремя обращать внимание на первые симптомы заболевания.